Луганский государственный университет имени Владимира Даля продолжает свою работу с жителями освобожденных территорий Луганской народной республики, размещенными в общежитии университета. Для самых маленьких переселенцев 12 апреля Луганским центром народного творчества при поддержке Центра патриотического воспитания и добровольческих инициатив молодежи Далевского университета был организован мастер-класс по росписи керамической игрушки. Сегодня мы находимся в общежитии Далевского университета, где находятся эвакуированные люди с детьми. Мы приехали с пробным мастер-классом познакомиться с детьми, попробовать, что им нравится, что не нравится, что можем предложить в следующий раз. Сегодня у нас, как ни странно, все мальчишки, но они так заинтересованы, им так это все нравится. Мы очень удовлетворены, что мы доставили им особое удовольствие и готовы к сотрудничеству и приезжать еще сколько нужно, сколько можно и приглашать к себе также в свои условия проводить и мастер-классы другого направления. Среди юных мастеров оказались мальчишки разных возрастных категорий, но все они одинаково заинтересованно отнеслись к выполнению поставленной задачи. Использовали специальные краски, кисти и даже методы росписи, которым научил ребят мастер декоративно-прикладного искусства в технике роспись. Худочная роспись – это наидревнейшее наше творчество. Вы знаете, в старину наши дедушки и бабушки расписывали свое жилище. Они расписывали посуду, мебель, даже печки, даже свои избы, они все были украшены. Ну, у тех людей, которые любили заниматься творчеством. Ну, в частности, я занимаюсь художной росписью по дереву. Ну, это и дощечки, это и шкатулки, то есть все, что связано с деревом – стульчики, столы и так далее. Всем детям нравится заниматься с красками и кисточками, тем более расписывать глиняную игрушку, которая называется свистулька. Дети, они самостоятельно мыслят, они у каждого свое представление той или иной игрушки. В общем-то, я думаю, всем понравилось. Забавные игрушки с авторской росписью стали запоминающимся сувениром для детей изрубежного. Они создали радужного пса, пятнистых котов и удивительных рыбок. Занятие прошло в непринужденной обстановке, дети задавали вопросы и рассказывали о том, что они знают о технике росписи. Было интересно скрасывать и очень весело, как мы рисовали, еще что-то делали. Хочется теперь попробовать дальше рисовать? Хорошо, спасибо, молодец. Ну, тогда мы вернемся. Работа с детьми в таком формате проводится впервые. Не только для снятия социальной напряженности, но и для творческого развития детей с освобожденных территорий. Рисунок, роспись и просто работа с красками для детей – это источник положительных эмоций. А благодаря работе мастеров из Луганского центра народного творчества, это становится настоящим праздником, как для детей, так и для взрослых. В это нелегкое время творчество является великолепным способом развития себя и преобразованием энергии в русло создания прекрасного. Продолжение следует...